друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить на лайки также друзья напоминаю что прямо сейчас а если вы просматриваете этот ролик можно перейти по ссылке в наш канал о маркет с торговыми идеями где очень много контента мы публикуем в рамках торговой сессии комментарии по самым важным событиям актуальные инвест идеи которые сразу же можно применить на практике не игнорируйте эту информацию друзья все это делается для вас чтобы у вас было как можно больше вводных для принятия торговых решений чтобы вы прекрасно понимали что в моменте творится на финансовых рынках каждый пост можно комментировать если у вас есть какой-то фидбэк обязательно его оставляйте потому что только по таким комментарии мы можем понять где еще стоит и возможно улучшится ну что ж сегодняшняя торговая сессия интересно для трейдеров поскольку у нас на повестке сразу несколько релизов на которые точно стоит обратить внимание прежде всего это статистика по англии первые по хронологии по порядку но точно не по значимости если фунт вас в моменте волнует в их сделках и ждете все-таки дополнительного всплеска волатильности сегодня в 900 по московскому времени блок данных из среди которых самый важный отчет и темп экономического роста по прогнозам 14 процента в рамках марта британская экономика а показал я считаю что реально нормальный прирост который достоин для английской экономики на фоне тех прогрессивных моментов которые были зафиксированы в строительстве сфере услуг и промышленности куда более интересные отчеты уже ближе к американской сессии непосредственно американской сессии это данные по инфляции в 15-30 по московскому времени инфляции в сша 17-30 также выйдут данные по запасам нефти и пытался я найти друзья конкретно по времени предстоящими выступления байдена на просторах интернет есть информация что байден сегодня будет выступать по прогрессу связанному с борьбой американской экономикой с к видом но не нашел точного подтверждения когда она состоится допускают что все-таки если она пройдет сегодня то это будет уже после 6 часов 18 00 по московскому времени самый важный отчет данные по инфляции потому что именно от релиза по индексу потребительских цен будет зависеть то где мы сегодня закроем день по индексу доллара и по американскому фондовому рынку но разумеется если в движение придет американская валюта это по цепной реакции по тянет за собой динамику и а прочих инструментов валютного рынка прежде всего риска в моменте друзья у нас индекс доллара находится на отметке 90 36 я по-прежнему за идею того что американская валюта будет позиционно оснижаться и слабеть ранее комментировал что в одном направлении тренд развиваться не может коррекция вполне реально поэтому я сейчас локально довольно спокойно отношусь к тому что временно также локально как косрочная инициатива перешла к покупателям рынок перезагружается нужно дополнительное топливо катализатора который в конце концов отправит доллар к справедливым для него уровня на мой взгляд эти значения по индексу американской валюты находится ниже 89 пунктов мы очень часто комментируем с вами заявление представителей и голосующих членов американского регулятора так вот вчера сразу бостик кашкаре харкер булард и все они как один повторяют важность сохранения а стимулирующих мир я понимаю друзья то что мои наблюдения мое субъективное мнение может для вас ничего и не значит но я очень хочу верить то что например такой человек как крэй далио который является основателем хедж фонда бридж фото вам знаком и он также сейчас радеет за идею того что бешеные экономические стимулы которые были задействованы в сша как единственная возможность простимулировать экономическую активность и побороть последствия к вида они в конце концов приведут к резкому роста инфляции и спровоцируют девальвацию доллара обратите внимание на эти комментарии потому что рейхи дали это самый настоящий стратег который смотрит на долгосрока и у него колоссальный опыт накопленный десятилетиями долгосрочные ожидания совпадают в принципе с моими то что индекс доллара будет точно ниже восьмидесяти девяти пунктов надеюсь то что вы сможете правильно распределиться этой информации золото 1827 друзья волатильность конечно же значительная на золоте потому что очень активно ходит доллар но и сейчас все ждут данные по инфляции золото лучше страховка от инфляционных рисков вы должны прекрасно понимать что именно после сегодняшнего релиза по индексу потребительских цен а мы 110 процентов вероятности увидим рост инфляции как основного значения так и базового показателя без учета продовольственных товаров и энергоносителей и это должно будет простимулировать еще больший скачок на рынке драгоценных металлов плюс ко всему золото растет сейчас потому что мы наблюдаем и фиксируем повышенный спрос не только со стороны физических лиц в ключевых импортерах но и со стороны институционалов во всемирный совет по золоту вчера опубликовал два дня назад точнее опубликовал ха доклад отчет из которого следует что в покупках золота сейчас фигурируют даже те страны которые ранее в этих операциях замечены не были в частности япония увеличила свои золотые запасы на 80 тонн за прошлый месяц венгрии на 63 тонны в три раза друзья турция плюс 13 тонн индия плюс семь с половиной тонн и эта тенденция мне кажется будет продолжена и дальше потому что все прекрасно понимают что в качестве главного последствия роста денежной массы будет обесценивание национальных валют из-за того что другого не дано денежная масса только в штатах была увеличена больше чем на 5 триллионов на долларов доллар канадец 1 21 27 цель прежний 1 20 мы от нее не отказываемся американский фондовый рынок корректируется друзья и коррекция серьезная причин несколько например если говорить о промышленном индексе доу джонса то это причина на роста цен на сырьевые а товары повышение издержек для корпоративного сектора снижение операционных доходов дивидендов выплаты ухудшение настроений s&p nasdaq тоже коррекция потому что на мой взгляд сейчас трейдеры реально начинают переориентироваться из акции стоимости в стоимостные из акции роста точнее стоимостные акции то есть не относящиеся к технологическому сектору мы из фонды американской вышли заработали на ралли очень много друзья много идеи было по всем индексам сейчас находимся в стороне и ждем более оптимальную точку входа скорее всего на последующие покупки евро против доллара 1 21 18 цель 1 23 1 25 тоже никуда не делись вчерашний отчет по бизнес оптимизм зью это не оговорка максимальный я показатель лучший показатель за последние 20 лет друзья 84 4 со 70 и 7 сектор производства германии восстанавливается еще один славные релиза по еврозоне и еще больше уверенности в том что европейская экономика в целом также оправиться от последствий к вида и фунт против доллара 1414 сегодня комментировать не буду потому что фон вчерашнего дня ничего не грамма не изменился у нас ну точнее лично у меня новых сделок пока нету но думаю что ближе к концу этой недели будут все таки новые трейды я о них вам расскажу на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока